ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Повторно оживут на экранах кинотеатров. Фильм «Москва слезам не верит» ровно 40 лет назад удостоился «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. В этой картине комедия, драма и мелодрама искусно переплетены. История и простая, и сложная одновременно. Три девушки переезжают в Москву из провинции в поисках любви, дружбы и успеха. Их судьбы складываются по-разному, их характеры показывают основные архетипы русских женщин. А мы женщины. Фильму почти полвека. Но разве он потерял свою актуальность спустя столько времени? Как и раньше, человек стремится к любви, к успеху, идет наперекор судьбе, предает, ошибается, исправляется. Именно вневременность ленты дает ей такую долгую жизнь в сердцах зрителей. Чтобы воспринять эти картины по-новому, в том числе и для взрослого поколения, кинокомпании реставрируют эти фильмы. Кинокомпании добавляют дополнительный материал. Например, «В Москве слезам не верят» будет около 15 минут история о том, как снимался этот фильм. А знаете ли вы, что исполнитель роли Гоши, который он же Гога, он же Георгий, Алексей Баталов из-за сцены драки оказался в больнице? А Вере Алентовой, главной героине, сценарий вообще не понравился. И после прочтения она сказала, ну и мура. Кто знал, что картина станет оскароносной и визитной карточкой режиссера? Изначально фильм был на час длиннее, но после правок и редактуры Госкино некоторых сцен мы смотрим привычный двухсерийный фильм. Вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Через какие только проблемы пришлось пройти этой картине? Из-за обилия откровенных сцен, из-за показа прямолинейности жизни, как в судьбе бывшего хоккеиста Гурина, на худсовете Мосфильма картину не излюбили. Но от запрета к выходу на большой экран ее спас сам Леонид Брежнев, пришедший от ленты «Восторг». В 2021 году у зрителей кинотеатра есть возможность окунуться в советское время и посмотреть любимый фильм на новом оборудовании и с полной реставрацией видео и звука. Сейчас мир кино очень сильно изменился по сравнению с тем, что был в период Советского Союза, в начале российского кинопроката. Сейчас кинопоказ максимально автоматизирован. Кто мог подумать, что то, что раньше снималось на пленку, а потом с помощью механика заправлялась проектор, через десятки лет будет запускаться буквально с мобильного телефона. А чем он отличается от проекторов, которые были там 20 лет тому назад или ничем в принципе? Ну, во-первых, размером. Взглянуть на проектора, которые 20 лет назад показывали на пленке, то данный проектор, ну, как вы видите сами, он очень компактный. Плёночные проектора, помимо того, что это сам проектор с лампой, отделением для катушек, помимо этого, это ещё часть помещения, в которой стоит перемоточное оборудование, ремонтное оборудование, если плёнка порвётся. Но данный кинотеатр изначально задумывался нестандартно, с открытым проекционным пространством. Отсюда бьёт яркий луч света с изображением, унося зрителя в волшебный мир кино. Перенестись в мир советского кинематографа и посмотреть картину «Москва слезам не верит» можно 27, 28 и 29 августа в сети кинотеатров «Море синема». «Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Но всё-таки что-то будет. Телевидение». Кристина Кристейна, Юрий Добрунов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.